Свидание, хотя и состоялось, но... Выдержав экзамен, Гвоздиков сел на конку и за шесть копеек, он ездил всегда на верхотуре, доехал до застава. От заставы до дачи версты три он пропер пехтурой. У ворот встретила его хозяйка дачи, молодая дамочка. Сынка этой дамочки он обучал арифметике, за что и получал стол, квартиру на даче и пять рублей в месяц деньгами. Ну что, как? – спросила его хозяйка, протягивая руку. – Благополучно? Выдержали экзамен? Выдержал. – Браво, Егор Андреевич! Много получили? – По обыкновению пять гм. Гвоздиков получил не пять, а только три с плюсом, но... но почему же не соврать, если можно? Экзаменующиеся так же охотно врут, как и охотники. Войдя к себе в комнату, Гвоздиков на своем столе нашел маленькое письмецо с розовой облаточкой. Письмецо пахло резидой. Гвоздиков разорвал конверт, скушал обладку и прочел следующее. – Так и будь. Будьте ровно в восемь часов около канавы, в которую вчера упала с головы ваша шляпа. Я буду сидеть под деревом на скамеечке, и я вас люблю, только не будьте таким неповоротливым. Надо быть бойким. – Жду вечера с нетерпением. Я вас ужасно люблю. Ваша Эс. По скриптум. Маман уехала, и мы будем гулять до полночи. Ах, как я счастлива. Бабушка будет спать, не заметит. Прочитав это письмо, Гвоздиков широко улыбнулся, высоко подпрыгнул и торжествующий зашагал по комнате. – Любим, 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 как я счастлив, черт возьми, о-о-о, тру-ля-ля. Гвоздиков прочитал письмо еще раз, поцеловал его, бережно сложил и спрятал в анатомический стол. Ему принесли обедать. Он, отуманенный письмом и забывший все на свете, съел все, что ему принесли – и суп, и мясо, и хлеб. Пообедав, он лег и замечтал о всякой всячине. О дружбе, о любви, о службе. Образ Сони носился перед его глазами. – Как жаль, что у меня часов нет, – думал он. – Будь у меня часы, я мог бы высчитать, сколько осталось до вечера. Время, как назло, протянется чертовски медленно. Когда ему надоело лежать и мечтать, он поднялся, пошагал и послал кухарку за пивом. – Пока суть до дела, – подумал он, – а мы выпьем. Время быстрее покажется. Принесли пиво. Гвоздиков сел, поставил перед собой рядком все шесть бутылок и, любовно поглядывая на них, принялся пить. Выпив три стакана, он почувствовал, что в его груди и голове зажгли по лампе. Стало так тепло, светло, хорошо. – Она составит мне мое счастье, – подумал он, принимаясь за другую бутылку. – Она, она, именно та, о которой я мечтал. О да! После второй бутылки он почувствовал, что в его голове потушили лампу и стало темновато. Но зато как весело стало. Хорошо жить на этом свете после второй бутылки. Принимаясь за третью бутылку, Гвоздиков махал перед своим носом рукой и клялся, что счастливее его никого нет на этом свете. Клятву давал он самому себе и верил этой клятве безапелляционно. – Я знаю, что она во мне полюбила, – забармотал он. – Знаю-с. – Она полюбила во мне недюжинного человека. – Так-то? – Знает, кого полюбить и за что полюбить. – Недюжинного человека. – Я не какой-нибудь там этакий. – Я гвозд. – Я… – Принимаясь за четвертую бутылку, – он воскликнул. – Да-с. – Не какой-нибудь. – Полюбила она во мне гения. – Ге-ни-я. Мирового гения. – Кто я? – И что я? – Вы думаете, Гвоздиков? – Да, я Гвоздиков. – Но какой Гвоздиков? – Как вы думаете? Дойдя до половины четвертой бутылки, он ударил кулаком по стулу, взъерошил волосы и сказал. – Я им покажу, кто я таков. – Пусть только кончу курс. – Дайте мне только позаниматься. – Я жрец науки. – Она полюбила во мне жреца науки. – И я докажу, что она права. – Вы мне не верите? – Прочь. – И она не верит. – Она. – Соня. – Прочь и ее в таком случае. – Я докажу. – Сейчас же начну заниматься. – Допью только стакан. – Все вы подлецы. Гвоздиков рассердился. Допил стакан. Достал с полки лекции. – Открыл и начал читать с середины. – При причине вывиха нижней челюсти может также служить по падению удар при открытом рте. – Чепуха. Челюсть, удар, то да сё, чепуха. Гвоздиков закрыл лекции и принялся за пятую бутылку. Выпив, наконец, пятую и шестую, он пригорюнился и задумался о ничтожестве вселенной вообще и человека в частности. Думая, он машинально ставил пробку на горлышко бутылки и целился в нее щелчком, стараясь ударить ею в зеленое пятнышко, мелькавшее перед его глазами. Черные, зеленые и синие пятнышки забегали перед его глазами, когда он попал пробкой в зеленое пятно. Одно из пятен, бора красная, с зелеными иглами, улыбаясь, полетело к его глазам и испустило из себя что-то вроде клея. Гвоздиков почувствовал, что у него слепаются глаза. – У меня в глазах кто-то пищит, – подумал он. – Надо выйти на воздух, а то я ослепну. – Надо попогулять. Здесь душно. Печи все топят. О, ослы! Пищат и печи топят. Дураки! Гвоздиков надел шляпу и вышел из комнаты. На дворе уже стемнело, был десятый час. На небе мерцали звездочки. Луны не было, и ночь обещала быть темна. На Гвоздикова пахнуло майской свежестью леса. Встретили его все атрибуты любовного рандеву. И шепот листьев, и песня соловья, и даже задумчивая, белеющая во мраке она. Он, сам того не замечая, дошел до места, о котором упоминалось в письме. Она поднялась со скамьи и пошла к нему навстречу. – Жорж, – сказала она чуть дыша, – я здесь. Гвоздиков остановился, прислушался и начал смотреть вверх на верхушки деревьев. Ему показалось, что его имя произнесли где-то вверху. – Жорж, – это я, – повторила она, ближе подойдя к нему. – А? – Это я. – Что? – Кто тут? – Кого? – Это я, Жорж. Идите, сядемте. Жорж протер глаза и уставился на нее. – Чего надо? – Смешной. Не узнаете, что ли? Неужели вы ничего не видите? – А-а-а, позвольте. – Вы какое же имеете право в ночное время ходить по чужому саду, милостивый государь? – Отвечайте, милостивый государь, в противном же случае я вам дам в мор-мор. Жорж протянул вперед руку и схватил ее за плечо. Она захохотала. – Какой вы смешной. Ха-ха-ха, как вы хорошо представлять умеете. Ну, пойдемте, давайте болтать. – Кого болтать? – Что? – Вы почему, а я почему? Смеетесь? Она громче захохотала, взяла его под руку и потянула вперед. Он попятился назад. Он изображал из себя упрямого коренника, а она, бьющуюся вперед, пристежна. – Мне, мне спать хочется. Пустите. – Забормотал он. – Я не желаю заниматься пустяками. – Ну, будет, будет. Отчего вы опоздали на полчаса? Занимались? – Занимался. – Я всегда занимаюсь. – При чиной вывиха нижней челюсти может быть падение удар при открытом рте. Челюсти вышибают все больше в трактирах, в кабаках. – Я хочу пива трехгорного. Он и она дотащились до скамьи и сели. Он подпер лицо кулаками, уперся локтями в колено и зафыркал. Шляпа сползла с его головы и упала на ее руки. Она нагнулась и посмотрела ему в лицо. – Что с вами? – тихо спросила она. – И не ваше, не ваше дело. – Никто не имеет права вмешиваться в мои дела. – Все они дураки. – И вы дураки. – Немного помолчав, гвоздиков прибавил. – И я дурак. – Вы получили письмо? – спросила она. – Получил от Соньки. – От Сони. – Вы Соня? – Ну и что ж. – Глупо. Слово «нетерпение» в слоге «не» пишется не через «ять», а через «е». – Грамотеи. Черт бы вас взял совсем. – Вы пьяны, что ли? – Нет. – Но я справедлив. Какое вы имеете? – Пра-пр-пр. От пива нельзя быть пьяным. – А? – Который? – А зачем же вы бессовестный чепуху мелите, если вы не пьяный? – Нет. – Именительный меня, родительный тебя, дательный-именительный процессус кандилуи деус, эт мускулюс, стерно клейдо масте деуси. И Гвоздиков захохотал, свесив голову к коленям. – Вы спите? – спросила она. Ответа не последовало. Она заплакала и начала ломать руки. – Вы спите, Егор Андреевич? – повторила она. В ответ на это послышался громкий сиплый храп. Соня поднялась. – Мерзкий, – проворчала она. – Негодный. – Так вот ты какой. – Так на живот тебе, на тебе, на тебе. И Соня своей маленькой ручкой раз пять коснулась до затылка Гвоздикова и как коснулась. Многие ее заходили по его шляпе. Мстительная женщина. На другой день Гвоздиков послал Соне письмо следующего содержания. – Прошу прощения. Не мог вчера явиться, потому что был ужасно болен. Назначьте другое время, хоть сегодняшний вечер, например. Любящий Егор Гвоздиков. Ответ на это письмо был таков. Шляпа ваша валяется около беседки. Можете ее взять там. Пиво пить приятнее, чем любить, а потому пейте пиво. Не хочу вам мешать. Уже не ваша эс. Паскриптум. Не отвечайте мне. Я вас ненавижу.